Ну что, друзья, моя история с ремонтом кондиционера продолжается. Позвонили с Дирлисского центра Лада, сказали, пригоняй автомобиль, сейчас мы его отремонтируем. Датчик приехал. Для тех, кто недавно на канале, напомню, что кондиционер сломался в начале лета на пробеге 5000 км. Сейчас уже середина августа и надеюсь, что к концу лета кондиционер будет отремонтирован. Здравствуйте. Как и договаривались, 9 утра, 15 число. Передал ключи от автомобиля. Сейчас загоняем мою ласочку в сервисный центр и там мы ее подразберем. Что будет происходить дальше, смотрите дальше. Друзья, кому интересна стоимость технического обслуживания на автомобиле Лада, вот, пожалуйста, здесь огромный список, можете поставить на паузу, посмотреть, что, сколько стоит. Напомню, что мест сервисное ТО на Весту, Ларбус, Гранту 15 тысяч километров, на Легенду и Тревел 10 тысяч километров. Нулевое ТО на Легенде и на Ниве Тревел проходится вроде до 3000 километров, если я не ошибаюсь, а может 2500 километров. Меняется масло в трансмиссии. И давайте выберем самую большую стоимость на ТО. Это 50 тысяч 700 рублей 16-клапанный Ларбус, который ездит на метане. Костюмчик оден. Пойдемте посмотрим, как скачивается Треон. А самое главное, сколько скачает, так как я помню, сколько закачивали. Сейчас машина работает, поставлено на пол, подключен аппарат. Видим, что идет какой-то процесс скачивания фреона. Кто-нибудь знает, какой-то конструкция аппарата, смотрите. Датчики подключены. Как видите, в моторном отсеке чистота, порядок. Двигатель слегка сопливит заливной горловиной. Это болезнь любой Ладу-Нивы Легенды, ну или Ладу-Нивы Тревел. Там клапанные крышки одинаковые. Ну и по сути двигатель там установлен одинаковый. Сейчас посоединили компьютер, передают токен на завод о том, что я приехал на сервисное обслуживание, явился. И заодно диагностируют автомобиль. Неисправность. Что у нас хорошего показывает компьютер? Пока ничего. Итак, трубки отсоединили. Фреон скачали. Вот так вот выглядит новый терморегулирующий вентиль. Устанавливается он, стоит вот здесь вот. Сейчас трубки отсоединены. Чтобы к нему добраться, пришлось снять педаль газа, электронная, вот здесь болтается. И у нас открылся доступ несвободный. Чтобы свободный доступ был, нужно снять панель приборов. Сейчас попробуем поменять, не снимая панели приборов. Если получится, то будет классно. Если нет, то будет, конечно же, не очень классно. Смотрите, чтобы вынуть вот этот вот датчик, вот он, не вылезает, нужно немножко отогнуть в металл. Иначе просто он не вылезет. Но это ничего страшного. Это лучше, чем снимать панель приборов. Аминционный момент. Идет закачка фреона. Датчик установлен. Подкатили прибор. Как видите, сейчас идет процесс закачки фреона. Здесь показывает бортовой компьютер, сколько уже вошло. Осталось заклеить вот здесь вот вибропластом, чтобы не уходил холод. Иначе в моторном отсеке жарище. Это обязательно нужно место будет проглеть. Но это в последний момент. Сначала проверим работу кондиционера. Давай, включай. Во, все, врубился. Давление есть. Одна трубка холодная, как и полагается. Другая горячая. Что, пошел холод? Термометром измерим. На ощупь вроде холодит. Сколько именно, сейчас замерим градусником, сколько здесь дует в холодных лоббах. Очень интересно. Давайте перекроем вот так. Такой у тебя не электронный, да? Это жесть, конечно. Это у нас спиртовой градусник. Другого нету. Уличный. Вы такого нигде больше, друзья, не увидите. Только здесь, на канале Мехот. Вместо электронного используем обычный спиртовой. Температура, кстати, отпускается. Так здорово. Уже 15, скоро год. Он поверенный. Так, а это он только в плюс показывает сейчас пока, да? Он только в плюс показывает, да. А сколько кондиционер? Минус, минус он по-любому показывает. Сколько должно быть от кондиционера? Там минимально идет вроде 18 градусов. Здесь, смотрю, он показывает, что 16. Вроде нормально. Итак, кто разбирается в кондиционерах, говорите, сколько должно дуть холода из затопителя. Есть ли какие нормы? Комментарий кидайте. Кондиционер заработал, захолодил. Дует воздухом плюс 15. Сколько точно должно, я не знаю. Сейчас заглянем в компьютер, посмотрим, какая норма. Ну, а в описании я напишу, сколько норма для кондиционера. Каким воздухом, то есть какой температурой он должен дуть. Сейчас еду испытывать кондиционер. Буду его включать постоянно, каждый день. И посмотрим, насколько его хватит. Теперь, напомню, что сломался кондиционер на пробеге 4900 километров. Сейчас на автомобиле пробег 12000 километров. То есть 7000 километров я ездил без кондиционера. На этом, друзья, у меня все. Ушел в комментарии отвечать на ваши вопросы. До новых встреч.